У котлашан с приходом весны обостряется чувство прекрасного. Там по традиции решили выбрать самую красивую девушку. А перед конкурсом обаятельным и привлекательным местным жительницам необходимо пройти кастинг. На нем присутствовали и зрители, что превратило все это в настоящее шоу. Кто из девушек считает себя самой красивой? И что по этому поводу думают зрители и жюри, знает Этери Малишава. Готовились для кастинга девушки явно основательно. Сделали сложные прически, надели лучшие платья. Кому явно не хватало роста, еще и огромные каблуки, на которых стоять было сложно, не то что ходить. У каждой свой личный секрет обольщения членов жюри. Длинные ноги. Опытом, наверное, будем брать. Своей индивидуальности, наверное. Ну а некоторые участницы решили брать жюри ультракоротким нарядом. Правда, помимо внешних данных, первая красавица города должна обладать еще и серьезным багажом внутренних качеств. Девочка должна быть не только красивой, но она должна быть обаятельной, какой-то харизматичной. По-особенному талантливой. В этом году задача для конкурсанток усложнена. Они должны были показать себя не только жюри, но и публике. Кастинг проходил в форме шоу. У девушек было несколько переодеваний и проходок. Вопросы на этот раз задавали не судьи, а ведущие. Каверзных не было. Но и от элементарных вопросов некоторые терялись. Правда, были даже такие ответы, которые могут разойтись на цитаты. В какой бы ты стране хотела бы жить и почему? Америка. Не знаю, меня этот город больше привлекает. Америка. Меня этот город больше привлекает. Отличный ответ, друзья. Я удивлен был красотой на то, что какие у них красивые глаза, насколько они готовы сегодня выходить, показывать себя. Ну, я думаю, что каждая из них готова побеждать. Заявки на участие в конкурсе красоты Мисс Котлас 2015 подали 27 девушек. На кастинг решили прийти 25. Правда, некоторые явно не дотягивали до обозначенных в положении о конкурсе параметров. Хотя бы по росту он должен быть не ниже 164 сантиметров. И таких дюймовочек не спасали даже каблуки и высокие прически. Решающим для многих был творческий конкурс. Хотя никаких рамок для полета фантазии в этом этапе не было. Шоу-кастинг длилась три часа. Решение, кто же все-таки будет в финале, далось жюри непросто. Беспрекословно в него вошли лишь три конкурсантки. Актриса Котласского театра Ксения Базык и школьницы Алина Буторина и Виктория Бабикова. Пришла я сюда для того, чтобы проверить свои силы и на что я способна. Ну, вообще, если по большому счету, просто хочется, чтобы гордилась мама. После бурных обсуждений состав финалисток дополнили Анастасия Васильева, она также учится в школе, и 25-летняя Юлия Чебыкина. Кристину Сокольникову выбрали зрители. Она и стала шестой претенденткой на звание «Мисс Котлас-2015». Финал шоу состоится 21 марта. И он может быть очень неожиданным. Ведь в этом году самую красивую девушку Котласа выберут зрители. Батарина Лешава, Алла Сушкова, Александр Потюков. Новости РЕН-ТВ. Котлас.